Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский, и очередная теория заговоров оплетает интернет. Недавно стреляли в Трампа, и мнения общественности разделились. Поскольку рейтинг Трампа вырос многократно после того, как в него выстрелили, а делался он легким испугом, хотел бы я сказать, но я думаю, куском уха. А зачем вообще нужно ухо человеку? Только для эстетики. Возникают многие предположения о том, что же случилось. Почему стрелок стрелял из полуавтоматической мелкашки? Почему копы, которых предупреждали о том, что какой-то человек лезет на крышу, не среагировали? Почему Байден, который потерял кучу рейтинга, недавно заявил о том, что заразился ковидом и может не участвовать в предвыборной гонке? На все эти вопросы очень сложно ответить, поэтому их проще смоделировать. И мы решили воссоздать тот самый инцидент в ГТА РП и проверить, получится ли такой расклад или не получится. Максимально реалистичная реконструкция в лучших традициях современной журналистики, журналистских расследований, я бы даже сказал, ждет вас по ссылочке в описании на сервере Rainbow. А если вам нравится мое творчество и вы хотите встретить меня и рассказать мне про то, что спасибо за детство, когда шаверму патрули и все такое, вы можете это сделать без особых проблем, если перейдете и вобьете промокод HOVA. Промокод HOVA позволит вам освоиться в виртуальном мире, получить 12,5 тысяч долларов, неделю вип-статуса, двойную зарплату и двойную экспу. Поскольку я знаю уже практически всех важных людей на этом сервере, я надеюсь, что вы перейдете, станете важным и когда-нибудь мы с вами подружимся. Другой единственный вариант подружиться со мной это подписка за 100 тысяч рублей на бусте, но ее что-то никто не покупает, поэтому проще перейти по ссылочке. А сейчас пришло время окунуться в конспирологию и журналистские расследования. Итак, кто же все-таки заказал Трампа, насколько это все правдиво, насколько это все реализуемо? Поехали! Господа, я собрал вас здесь для того, чтобы разрешить главный вопрос, который мучает сейчас не только российский интернет, но и американский интернет. Перед тем, как приступить к этому проекту, я прочитал все конспирологические треды на Форчане, на Реддите, и даже прочитал пару запрещенных либеральных, экстремистских, нежелательных ресурсов. Владимир Ильич, нахрена вы на диван с ногами залезали? Сегодня мы с вами проведем контролируемый эксперимент. Что было с той самой стрельбой в Трампа? Мог ли стрелок попасть? Могла ли служба безопасности заметить его до того, как он там оказался? Не было ли все это постановой и заказом Байдена? Кстати, сейчас говорят, что Байдена заразили ковидом. Опять-таки, вот это все, дипстейт и так далее. Но это я пока не знаю. Дипфейк, правильно говорить. Да-да-да, я пока не знаю. Я жду профессионального разбора от Стаса, и как просто. Здесь я пока не уверен. Поэтому у каждого из нас будет роль в этом эксперименте. Владимир Ильич, вы ебанутый максималист с совершенно дикими идеями, которые заразительны для большинства неадекватных и необразованных людей. Поэтому вы будете Дональдом Трампом. Это да, а роль-то в чем? Вы будете Дональдом Трампом. Ваша задача выступать на митинге, как будто ничего не происходит. И это самое, ухо берегите. А почему именно Ильича? А его что, не жалко? Он специально все это организовал, чтобы отомстить. А-а-а, антисоветчик всегда русофоб. А-а-а, Макоктер, я, честно говоря, вы же понимаете, что, ну, мы не знаем, как закончится эксперимент. Мы не знаем. Возможно, он просто лишится уха. А если он тапки хлопнет прям там? Ну, э-э-э. Я вечно живой. Хуй с ним. Слушайте, ну он уже воскрес, поэтому... Его специально это организовал, чтобы отомстить за кражу биткоинов. Да ничего подобного. Я всех простил еще в тюрьме. Я православный человек. Поэтому толкайте свои речи. Будьте уверены в том, что все пройдет хорошо. Потому что, на мой взгляд, это все масонский заговор. И на самом деле стрелок не сможет прорваться. Мак... Ну, это похоже на правду, да. Мак, вы у нас как бы эксперт по охране, вневедомственной, ведомственной, внеанусной. В смысле, как бы, я сейчас не понял. Ну, в любом... Я эксперт по охране, ведомственной, вневедомственной, ФСО, БГБ, РБ, РБ. Каждый раз, когда мы с вами ввязывались в конфликт с кем-то в наших реалити-шоу, мы огребали пизды. Это неправда. Это случайность и навед. Это навед. Чистой воды. Кроме того, я видел ваше шоу на вашем канале, где вот у вас с регистраторов вот это вот Бэтбойс, Бэтбойс. Вы там сами огребаете от школьников постоянно. Поэтому вы как... Да это ты видели, какие мышцы у них? Да, ваша задача максимально организованно расставить охрану. Мы подобрали место около Камеди Клаба. Там есть нечто вроде сцены, есть высокие здания. Ваша задача так расставить вот эту всю охрану, чтобы стрелок туда не пробился. Это не проблема. Мы как бы ликвидировали еще до того, как он откроет огонь по Владимиру Ильичу. Тем самым мы бы доказали, что все это вот мероприятие, это просто галимая постанова для того, чтобы прибавить рейтинг Трампу. Да, это похоже на правду. Отлично, отлично. Барри? Я не буду снайпером, нет. Нет, нет, нет. Вы негр, вы нужны мне для того, чтобы купить оружие и договориться с бандитами. Потому что, естественно, я не буду стрелять сам. Мне это нахуй не нужно. Я уже сидел. Поэтому мы с вами отправимся... Я тоже. Да вы-то понятно. Не, он реально сидел. Ой, извините. Мы с вами отправимся взять оружие. Так, уберите розовые эти лоферы. Мы же... Не-не-не, это модно. Это, ну, если мы с бандитами будем говорить, мне надо. Хорошо, наденьте обратно розовые лоферы. Бандиты уважают экстраваганта, стюры. Верю, верю, верю. Сейчас такие бандиты, честно говоря, елки-палки. Ну да. В основном рэперы. Так вот, Барри, мы с вами едем, закупаем оружие, ищем оптимальную какую-то винтовку. Там была полуавтоматическая винтовка АР-16. Если я не ошибаюсь, не снайпер. Ай, пятнадцатая, пятнадцатая. Пятнадцатая? Да. Ну и похуй. Разница между пятнадцатью и шестнадцатью, только если вы папищи пригласили к себе девочек чайку попить и барбариско покушать. Мы отправляемся с вами, потом мы едем в самый грязный, мафиозный квартал. Ну вы в таком живете, я так полагаю, вы все-таки, Барри, в курсе. Уговариваем. Че, если я черный, то я знаю всех бандитов в лицо, да? Ну да. Ну знаете же. Ну, было у нас, но сейчас-то уже нет. Он прибедняется, Йорк. Вот именно. Собственно говоря, собираем всех, едем к вам. Мы с Барри высаживаем стрелка неподалеку и даем ему задание прорваться через ваше оцепление. То есть вы, Мак, сегодня наш противник. Вы должны не допустить. Да у меня мышь не проскочит. Какой стрелок? Вы что? Вот-вот. Но мы наймем профессионала. Мы наймем профессионала. Нас не слышно, Юрий. Я говорю, блядь, профессионала мы наймем. А, надо, давайте. Будьте готовы. Так в случае с Трампом там не было профессионала, там какой-то двадцатилетний мальчишка. Ну, это, давайте мы, если не сможет профессионал, значит не смог бы и двухлетний мальчишка. А двухлетний мальчишка у нас просто деньги заберет и... Двадцатилетний. Да хоть тридцатилетний. И съебется с деньгами и кинет нас. Еще и гелику гонит. Поэтому вы отправляетесь прямо сейчас. Я нашел подходящее место для стрельбы, но я вам его говорить не буду. Потому что вы, Мак, должны догадаться до этого сами. Вообще не вопрос. Казаки-разбойники какие-то. Вот именно, именно. Только не казаки-разбойники, а разоблачение, возможно, величайшей теории заговоров. Мы войдем в историю, господа. Ну и товарищи, в случае Владимира Ильича. Вы можете пиздавать, у меня есть краткий инструктаж для Барри. Главное, чтобы не Фанни Каплан вы нашли, да? Она же вас не убила. Самое возбудительное в этой истории, да, самое возбудительное в этой ситуации то, что вы готовы одетого социального эксперимента сомнительного поставить на кон жизнь вождя мирового полиции. Да не жизнь, про ухо говорили. Ухо, ухо, ухо. Уш, ухо, уше у меня всего два тоже. Владимир Ильич, у вас два уха и один рот, поэтому в два раза больше слушайте и в два раза меньше говорите. Давайте. Да и судя по количеству его сочинений и собрания его писанины, он больше писал, чем слушал. Вот, вот, поэтому, может, вам это ухо как бы и лишнее. Отправляйтесь. Мак, заберите его уже отсюда. Владимир Ильич, пойдемте, не плачьте. Господи, расстроили человека. Ну что вы честное слово? Пойдемте, Владимир Ильич, пойдемте, пойдемте. Не расстраивайтесь. Да это не больно, господи. Тысячу раз уже такие истории. Я на вас рассчитываю. Вы как бы самый большой эксперт по криминалу, которого я только знаю. Блядь, наденьте штаны, Барри. Это беговые шорты, не волнуйтесь. Я не хочу, чтобы нас приняли за клоунов в мафии. Наденьте нормальные штаны, ей-богу. Юра, кто из нас эксперт по мафии? Ладно, черт с тобой, поехали. План такой. Сначала закупаем винтовку. У меня есть лицензия на оружие. Я думаю, даже может быть две винтовки. Одна нам пригодится в случае, если мафии не понравятся наши предложения. Далее. Барри. Да. Какую банду вы, как человек вот такой уличного склада ума, потому что вы как бы выросли на улице, вы... Да. Да-да-да, вы как черная пантера. Какую банду вы порекомендуете для вербов? Йоу. Если мне нужно выбрать братков, с которыми идти на дело, я всегда в первую очередь... Что случилось? Да ничего не случилось, я зонтик ехал, я просто карту искал. Можете мне меточку поставить на магазин оружия? Я просто не знаю, где оружие продается. Тут есть один магазин, сейчас поставлю меточку. Поставьте меточку, да, я уверен, что вы, Барри, покупаете оружие даже чаще, чем курочку в KFC. Нет, я не... Что вы, не Николай Росов? Давайте, давайте. Так, сейчас, 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 о. Ну, меточка не поставилась. А вот так? А вот так поставилась, отлично, всего 400 метров. Значит, проинструктируйте меня, какие нужны патроны и какая нам нужна винтовка для того, чтобы максимально аутентично воссоздать этот эксперимент. Так, ну, у него была винтовка, которая была в свободном обращении, самая популярная. Поэтому нам нужна мелкокалиберная винтовка полуавтоматическая, которая тут продается. Ни хрена не понимаю. Ну, не, не СМГ, я вас правильно понял? Не-не-не, не СМГ, нет. Я вижу автоматический пистолет, малокалиберная винтовка наша, да? 50 тоже прикуплю, пожилые. Барри, блядь, ну, вам-то зачем? Какие патроны нужны для малокалиберной винтовки? Раз уж мы тут, я просто закуплюсь. Да я понял, понял. 5,56. 5,56. У меня нет места в инвентаре, Барри. Возьмите одну винтовку. Блин, я случайно пистолет еще купил, сейчас. Блять, Барри! Ну ладно уж, чё добро пропадать. Блять, Барри, Барри, хотите прикол? Барри. Ну, ну. Негр здесь вы, а гриль у меня. Какой хороший гриль. Блин, надо было взять. неожиданно да это видимо с какого-то с какого-то выпуска осталось неожиданно так теперь я я нажимаю зарядить проверяя зарядится ли она а зарядилась так подождите покурю косяк и возьму еще под это улице никогда не знаешь сколько оружие тебе понадобится все патроны готова ну вот ведь знаете вот про про что говорят да вот обращение оружия в соединенных штатах америки вот насколько все просто да даже великий переводчик стендап комиков с английского на русский данил поперечный он говорил о том что оружие нынче можно купить даже в волмарте и вот смотреть для чего это доводит это безобразие полное безобразие так теперь нам нужно поехать к мафии вы меня слышите баре да 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 давайте нам нужна самая лютая мафия самые конченые профессиональные отморозки если я иду на дело то я всегда выбираю баллс гэнк баллс сутки баллс гэнк а вы баре баре вы закрипов или заблодов закрипов или заблод но и моя бандана на левой стороне как бы а у вас нету баре баре у вас нету желтого желтой банданы в заднем кармане как в house of a нет нету нет моя бандана синяя на левой стороне ну то есть вы получается закрыть да конечно как маска крипс дете маска крипс до понимаем школьника что вы себе позволяете блять снегири суки у меня есть тёлка у меня есть тачка у меня есть ствол сейчас палкой отхуярю школьники блять ёбаные снегири величайший представитель крипс да 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 мне кажется вот именно от него пошел big russian босс я кажется именно от него пошел тупак и биги тупак не-не-не он же сын тупака наоборот мне кажется тупак и биги примирились потому что поняли что величайший слой за их популярности это а я по встречке вьет ну ладно они верились на небесах 8 километров у нас опять нет песня от льва валерья я вас еще что с альбом не были анчим произошло он вроде работает с гастролями я нет 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 все гораздо лев валерьянч в нон-рп устроился на завод это неплохо на самый настоящий завод представляете себя до чего жизнь доводит лев валерья народный заслуженный артист поэт песенник и исполнитель таких хитов как проще работает на сам настоящего завода я считаю рабочий человек я рабочий человек я в жизни не работали в пособиях я работаю всегда вообще даже прямо сейчас я работаю кем но фермер я продаю продукцию это я не вижу чтобы вы ковырялись земле паре обычно вы ковыряете нет но в каком-нибудь супермаркете во время погромов это тоже работа между прочим это стоит в определенных усилий грабить людей это не работа нет это работа это работа а вы смотрели семинар тисака забыл оплатить по моему нет нет я недавно смотрел его дебаты с одним небезызвестным человек но дебаты дебатами когда-то знаете а баре кто в юности не был либералом тот не имеет сердце кто в старости не стал консерватором тот не имеет мозгов так что все я я теперь я теперь наш слон расслабься официальная позиция наш слонизм я когда-то были на политических координатах блять вот меня отмечают я там блять форме слона блять осторожней молодой человек такая красивая машина помнете блять как же и настроить как далеко ехать не могли поближе выбрать так все мафия банды все улицы все только там настоящий гетто вам нравится конечно конечно как вы думаете о нас не ограбит можно маски наградить ограбит конечно но у вас же есть при себе денег немного честно говоря от моего наследства бабушки осталось меньше миллиона долларов я честно говоря на леком собой или как на леком собой да не надо так носить я брену вам вы всем понравитесь там я не доверяю понимаете вот этим вот блять этим банковским картам меня финмониторинг в свое время блокировал типа поэтому я я все свое ношу с собой я думаю с нами будут очень гостеприимно если бы на этом сервере были биткойны я бы в них вложился и я честно странно что их нет на самом деле никто не придумал до сих пор да 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 тут пора боже на я думаю тут дело за нашим другом антонио сапфиром всегда поэтому запрещено скорее всего так лучше тут не парковаться паркуемся тут паркуемся тут господа господа тихо ты чё ты тихо тихо я учу кого мужики здорово 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 чё где у вас тут короче киллы настоящий килл есть так не слушайте его господа бандиты господа бандиты здравствуйте нам нужен очень хороший стрелок за очень хорошие деньги для того чтобы поучаствовать в эксперименте по убийству дональда трампа но возможно придется посидеть честно говорю но по оплате можем договориться ну давайте шо пацаны вот этот мне нравится вот это мне нравится кто кто это говорил поднимите воду здравствуйте нам нужен стрелок для того чтобы смоделировать покушение на дональда трампа нас уже есть дональд трамп это владимир ильич ленин и мы готовы заплатить солидную сумму выдать винтовку и вам с этого момента поподробнее как я спрашиваю вот этот никакого заплатить а сколько вас интересует но я не знаю не ну любая любые переговоры начинаются с каких-то взаимных предложений просто не знаю войдемте это идем юра не пойдемте простите что потревожили остальных вот этот молодой человек меня более чем устраивает молодой человек пройдемся присаживайтесь сколько бы вы хотели за непосредственно сейчас даже открою ну и старые привычки присаживайтесь это мой брат он как последишь ну ладно он следит это понятно но на дело придется идти одному вы понимаете да да я понимаю смотрите вы смотрели ролики в интернете про покушение на дональда трампа да конечно наш план такой вам нужно подальше уедем отсюда и боишься блять ёпта бандитов ты же негр не-не-не-не я не боюсь не ты же негр блять ёпта чего тебя бояться да я же я тут самый черный вообще я никого тут не было так вот вы знаете напротив камеди клаба существует такая типа похожая на сцену территория можете показать я хочу ознакомиться но откройте вот там эти усы у вас не друга на это распространяется буду ваш дружище позволяет себе какую-то странную будет приход смотрите молодой чек вы тут да то вот напротив камеди клаба вы можете найти там это усы и очки на карте я вам выдам специальную винтовку потому что у вас наверняка оружие лучше но стрелок который стрелял в трампа у него была именно такая полуавтоматическая винтовочка она у меня заряженная я вам дам патроны в чем смысл конкретно вам нужно будет забраться на зубцы и ликвидировать чувака в красном костюме это наш как бы типа дональд трамп на на самом деле владимир лишь ленин то есть аккуратненько забраться на вот эти зубцы и ликвидировать какая сумма вас бы устроила за это но я не знаю все таки убить человека ну еще и такого да это коммунист это не человек сейчас я объясню короче есть один кентик его надо затулить типа с нас автомат вот это все понял и деньги сверху за ваши как бы дискомфорт если вас поймают а может и не было пять тысяч устроит что-то мало мало сколько вас интересует какой суммы можно я не знаю от убийства все-таки ну сколько 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 а вы когда в банду 100 тысяч и по рукам 100 тысяч ну ты чё давайте давайте согласиться давайте хотя бы на семидесяти взятка поли взятка полицейского блин пять тысяч максимум диску нет который я повариваю что ты 100 тысяч я полицию ему чтобы они выпустили блять создаете негативный флор баре вокруг нашего общения давайте на 70 сойдемся 60 до 10 соответственно после если у вас получится сбежать я человек известный знаете юрия хованцы на вот это я да вхожу в игру аккуратно она еще не готова сока не слушает джейзи но она знает то хова после ранца со мной это на страшном суде этом сушу тебя с улыбкой и пивасом в руке да 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 поэтому давайте 60 я отдаю вам до всего этого мероприятия 10 не сумеете выбраться я считаю что это достойно да то достойно давайте договоримся супер мега вы понимаете примерно где находятся зубцы зубцы 5 выйдем я вам деньги отдам напротив комедий клуба есть сцена существует только одно здание куда можно забраться непосредственно там такие типа зубья треугольные вам нужно будет про краса я сейчас объясню я сейчас объясню как только заходишь там маленький проход достаточно как только заходишь сворачиваешь налево там будет газон за газоном щиток по щитку забираешься обходишь короче по зданию и прямо напротив спикеры будут такие как бы навес такой виде зубьев я думаю ты узнаешь это сразу я написала чтобы заблокировано это проведите повторно сейчас юра че-то чувствую у нас есть проблемы с оплатой да нет 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 тут просто в первый раз она блокирует оплату типа говорит что нахуй вас за скамить хотят все молодой все так хорошо да подъехали вы только масочку наденьте а то у вас вас поедемте я вас сброшу недалеко от предыду предвыборного митинга соответственно на меня не должно лечь подозрение поэтому вы своим ходом доберетесь паре поставь точку на ёбаные зубцы че поставлю да вы аккуратно не привлекая внимание как вот тот человек который стрелял в трампа можете для начала то маску снять чтобы ну как будто вы просто идете мимо притворяетесь забираетесь на зубцы убеждаетесь чтобы у меня было алиби что я стою рядом непосредственно с этим вот чуваком в красном платье блять ну лениным и потом уже охуярите ему в голову потому что там стрелок повредил ему ухо лучше до камеди доедем я оттуда знаю дорогу короче сейчас ладно мы мы проедем мимо как будто блять нам похуй вы пока оцените обстановку молодой человек вы здесь мы мы проедем сейчас мимо камеди баре а ты объясняй куда смотреть потому что я в душе не ему блять дети зубцы но я говорю еще раз как только заходишь там такой узкий проход такая арка вот в арку проходишь и по левой стороне поворачиваешь налево там будет газончик на возвышении по нему забираешься на щиток не все и оттуда попадаешь на эти зубцы так вот мы проезжаем мимо где они куда мне ехать паре паре я слышно куда мне ехать тебя слышно не слышно разворачивайся мы проехали так вот это вот справа видишь белое здание справа спереди вот за ним происходит все действую сейчас то есть ему нужно это на него забрали вот тут нет 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 дальше дальше спереди подождите 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 вон то белое здание поехали дальше он путает право и лево поехали поехали садитесь давай сразу подвезем к тоже куда нужно залезать нет она прям рядом как бы там надо пройтись ну давай нет я на тачке проект так безопаснее куда ехать это не здесь это не здесь объясняй куда я вперед едем вперед 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 вот тут стоп а машин можно уходить давайте лучше выйдем короче баре ты его проведи чтобы он пойдем пойдем чё погоди ты можешь пригнуться офицер вы тут офицер а это пустая тачка забейте хуй тачка пустая тут никого нет блять ёпта все идем идем только тихо блять меня раньше пригибание на контроль я пойду вперед заболтаю если что блять ты обведи его прям на эту на лестнице так ребят 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 ребятушки пришел пришел проверить как вы тут справляетесь мак отлично мы справляемся периметр безопасности у нас все максимально безопасно владимир ильич я решил задать вам пару вопросов например как вы относитесь к тезису который был озвучен чуваками из медиум квалити или как там их ну короче контур это такое да с мухаммедова которые говорили о том что коммунисты пидорасы коммунисты пидорасы осуждаю осуждаю гомофобию она постоянно говорят что нет такой партии которая бы выступала за интересы пролетариата есть такая партия есть то есть по факту вы поддерживаете запрещенная экстремистская не живет ряд поддерживаем все запрещенный экстремистской мы осуждаем а если пролетариат захочет в жопу баловаться как вы к этому относитесь мы осуждаем такие провокации на самом деле бы не капиталист ребята там на крышу лезут подождите я акула тут хотите автографы это я хованский юрий хованский вы меня нахуй не нужны этого мудака что он стоит тут как классно владимир ильич вверх здесь толкает речь юрий вы помните с лариным клёво было до провокатор так мы его проиграли в чистую ларинтон иду в туалет тоже коммунист честный что на буржуазных выборах побеждают только буржуазные партии однако человек на крыше для пропаганды наших марксистских товарищи я сейчас расскажу вашу коммунистическую партию не слушайте этого провокатора уберите не настоящий ленин это настоящий ленин это настоящий ленин это донатный философ ежи сармат он еще обзоры по лапрозу делает это не ленин это не правда провокация это неправда чистой воды провокация взрывать наш митинг товарищи не слушайте его вступайте нет не переживайте вы в безопасности владимир ильич продолжайте свою безопасности опасности паре этого хованского когда мы и нам надо в туалет что произошло он залез я не знаю где куда куда давай я залезу блять это давай давай сюда и если хочешь что-то сделать блять правильно сделай это сам блин шкале он лежит а вон он вон он пусть пусть когда мы придем к власти что юрий чего вы хотите товарищи духом об крепнем борьбой и готовьте формалин и пустую колбу приготовьте формалин и пустую колбу немедленно сша и ухо они в ухо они на выголе нам шею куда бежать блять туда аккуратнее сюда ай блять пропустить пожалуйста проходите бы знаменитость бывшего рэпера они его еще не убили вкусе с миром а нет все в порядке все в порядке ну значит эксперимент подождите молодой человек ланнистер всегда платье свои долги держите десятка но получается точный выстрел слушайте ну по крайней мере половина из того что мы слышали было правдой стрелка действительно достаточно легко убить но если у оппонирующей стороны снайперская винтовка то конечно но при этом чё-то блять владимир лично похож на человека которому только ухо от хрящили я добью вас чтобы вы попали в больницу молодой человек спасибо урай родина спасибо родина вас не забудет вы отправили на тот свет самого главного коммуниста ну чё тогда все это хуйня блять его постанова дип-стейт существует блять байден победит голосуем за байдена